Привет, дорогие друзья! Я Док Мама Аня и со мной мои собачки Чухуа Софи и Эйван. Подпишись, Эйван. А, чё? А, подпишись на канал. И не забудь поставить лайк этому видео. Лайфхаки это то, что упрощает нам жизнь. А сегодня мы поговорим о лайфхаках в дрессировке собак, которые тоже обязательно упростят вам жизнь с вашей собачкой и помогут наладить контакт. А ещё, как только видео выходит на канале, первый час мама отвечает на все ваши вопросы и комментарии. Ну что ж, поехали. А мы сами всё показывать будем сегодня? Да. И покажем, как я умею мячик ловить? Конечно. Мы крутые. Да. Перед тем, как начать дрессировку, для начала хорошенько выгуливайте вашу собачку. Физически уставшая она будет гораздо меньше отвлекаться и будет лучше работать. Такая маленькая хитрость раза в 3-4 упростит вам дрессировку. Второй лайфхак дрессировки заключается в том, что не надо чистить с командами. Наоборот, между ними нужно делать небольшие паузы. Например, мы с вами отрабатываем команду сидеть. Сижу. И я уже. И прежде чем дать следующую команду, нужно выдержать некоторую паузу. Например, посчитать в голове до 5. Раз, два, три, четыре, пять. Лежать. Лежи, Мэйман. Софи, у меня есть уши. Ай, молодцы мои собаки. То есть не нужно говорить команды слишком часто друг за другом, иначе у собаки просто взорвётся мозг, и она не понимает, что вы от неё хотите. Поэтому сначала нужно скомандовать одну команду, и когда собака её выполнит, через каких-то несколько секунд скомандовать уже следующую. Лежать. Сидеть. Сидим, Софи. Ладно, ладно. Молодцы. Следующий лайфхак, который упростит вам жизнь дрессировки, это то, что нужно говорить команду всего один раз. Не нужно повторять команду много раз, иначе собака со временем просто начнёт выполнять её только со второго или с третьего раза. Например, вы говорите собаке «сидеть», 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 и, конечно же, вы хвалите её. Таким образом, собака не понимает, с какого раза эту команду нужно выполнять, и выполняет её тогда, когда считает нужным. Нужно сказать команду и ждать, пока собака её выполнит. Для этого мы и занимаемся дрессировкой. Говорим команду один раз. Дай лапу. На. Молодец. Спасибо, мамочка. Эй, дай лапу. Да. Молодец. Ещё один лайфхак, который впоследствии упростит вам дрессировку, это то, что команды нужно говорить в разнобой. У вас, например, есть команда «сидеть», «лежать», «дай лапу», «стоять». И этот ряд команд вы чаще всего повторяете в одном и том же порядке постоянно. Из-за этого собака привыкает к этому порядку и уже забывает, какая команда, что значит. Она просто выполняет этот круг. А вам впоследствии, чтобы упростить вашу дрессировку, нужно эти команды менять местами. Вот, предположим, у вас есть список действий. «Сидеть», «дай лапу», «дай другую лапу», «лежать», «вставай, Софиша». Молодец. Поэтому в другой раз мы и даём другую последовательность команд. Например, собака уже сидит, и вы говорите ей «дай лапу», «лежать», «вставай», «сидеть», «дай другую лапу», «другую, Софиша». Молодец. И каждый раз вы стараетесь менять местами эти команды. Кроме того, мы должны помнить, что собаки тоже устают. У них тоже, как и у людей, может болеть голова, или у них нет настроения сегодня заниматься, что, например, бывает часто у Эйвена. Поэтому вы обязательно должны учитывать этот момент и смотреть на состояние вашей собаки. Бывают дни, когда собака очень хочет заниматься, а бывает, вы видите, что она всё делает неохотно. Но если вы знаете, что собака сейчас готова заниматься, просто ей уже что-то наскучило и стало лень, вы можете применить такой способ. Прервать дрессировку и поиграть с собакой, чтобы она разыгралась и снова хотела что-то делать. Я буду играть, я буду играть. Я буду играть, я буду играть, я буду играть. Если собака хорошо себя чувствует, то она, скорее всего, разыграется и захочет продолжать дрессировку. Куда и вас? Эйвен, сиди, держи. Разветочка, молодец. Эйвен, где мячик? Я первая, я первая за тебя. Эйвен, так не честно. Также бывают такие моменты, что собака как будто немножко вас боится во время дрессировки. Прости, мам, пошумели. То есть она выполняет команды, но с таким видом как будто ей страшновато. Скорее всего, причина в том, что первые занятия вы были достаточно строги с собакой. Мячик у тебя между ног, мам, под попой, прямо. Мам, только не пукни там. Эйвен, ты достал его, молодец. В первые занятия вы были слишком строги, и собака немножко вас побаивается. Либо вы перезанимались, и нагрузка была на собаку слишком большой, и она устала. Для этого тоже есть простой лайфхак. Когда собака выглядит испуганной во время момента дрессировки... Никто не выглядит испуганным, да? И уставшим. Чего? Выполните какую-нибудь самую простую команду, которую ваша собака точно знает, чтобы она точно ее выполнила, потому что дрессировку на невыполненной команде заканчивать нельзя. Дай лапу, дай другую, дай пять. Ай, молодец! И похвалите ее в 3-4 раза дольше и больше, чем вы это обычно делаете. Мам, вы меня, 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 вы похвалите. Я тоже могла лапу дать, я тоже могла. Ну, мам, ну, мам, ну, мам. Молодец, молодец. Молодец, молодец какой! Ай, какой молодец! Ай, молодец! И когда собака поймет, что вы ее одобряете, она будет менее боязливой и будет работать в несколько раз лучше. Да? Я понимаю. Нет, я. Мой мячик. Ну, блин. Еще один лайфхак, который впоследствии поможет вам обязательно в дрессировке вашей собаки, это то, что дрессировать собаку должен всего один человек. Выберите, кто из членов семьи будет это делать. Скорее всего, это будете вы, потому что вы хозяин своей собаки. И занимаетесь собакой все время только вы. Но со временем, когда собака будет выполнять уже все ваши, именно ваши команды идеально, она будет выполнять и команды другого члена семьи, особенно за лакомство или похвалу. Даже если собака у вас крупная, то лакомство, которое вы ей даете, должно быть очень маленькое, чтобы она успевала его съесть очень быстро. Нет смысла поощрять собаку крупным лакомством, потому что она просто будет его есть долго, и, соответственно, дрессировка уже не работает. Несколько кусочков, например, два-три вы держите в руке, чтобы давать их сразу и быстро, вы можете приобрести себе специальную сумочку для лакомств. Такие сумки для дрессировки гораздо удобнее, чем свои собственные карманы. Скоро мы с Эйвоном и Софи снимем видео об основах дрессировки с нуля и о том, какие ошибки мы хозяева постоянно допускаем. Обязательно посмотрите в плейлисте «Дрессировка» наше видео про команду «Сидеть», «Лежать» и Софишкины видео про примеры команд и правила дрессировки. И, конечно же, мы снимем, как научить другим командам. Напишите в комментарии, какие команды вы бы хотели увидеть и с какими проблемами в дрессировке своей собачки вы столкнулись. И постарайтесь подробно описать их. И мы попробуем с вами вместе эти проблемы решить в будущих роликах. А сегодня на моем канале Анимэджик видео про то, как сделать кинетический песок своими руками. Так что подписывайтесь на второй канал, там много всякого веселья. Я звоню подписчикам и, конечно же, София Эйвен очень скоро появится на том канале тоже. А пока что применяйте эти лайфхаки и дрессировка точно станет легче. Любите своих собачек, занимайтесь с ними и будет вам счастье! Эйвен, кто первый сорвется с места, тот отдает свой ужин. Смотри, не проиграй, София. Это называется выдержка. Ну-ну, София, еще посмотрим, кто голодный останется сегодня. Выдержку тоже нужно тренировать. Не переживай, переживай лучше за свой ужин, Эйвен. Потому что ты будешь первым, кто сдастся. Не, я точно. А кто же тогда? Может быть ты, Эйвен? Да-да, София, болтай, болтай. Ну, мам, ты все их нахожу, блин! Молодец, Ивась! Субтитры подогнал «Симон»!